Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о протоколе IPFS. Он был создан, чтобы сделать веб более безопасней и защищенней по сравнению с теми технологиями, которые мы имеем сейчас, то есть когда веб-сайт либо ресурс, он находится на каком-то сервере, и тот же возьмем Google, да, и если Google решит заблокировать в один прекрасный день, чтобы ни у кого не было доступа к поисковой системе, то он спокойно сможет это сделать, и все данные, которые там хранились, они хранятся на серверах Google или того же Facebook, и ими владеют эти компании. А IPFS протокол, он позволяет загружать какие-то данные, и они доступны во всем мире без какой-либо возможности их заблокировать. Давайте посмотрим, как это работает, и загрузим какой-нибудь файл для теста. Итак, протокол IPFS. Если вы загружаете какой-то файл с помощью IPFS, то этот файл практически невозможно удалить. Он, протокол этот, децентрализованный и распределенный. Я сейчас расскажу подробнее, как это работает. Давайте посмотрим. Каждый раз, когда вы загружаете какой-то файл, он генерирует Content ID, такой хэш, по которому этот файл доступен. Вы загружаете другой файл, Content ID меняется, и он совершенно другой. Но, если вы загрузите один и тот же файл, то Content ID будет одним и тем же. То есть, вы загрузили, например, свою фотографию, вам сгоняется и Content ID уникальный. И если вы пытаетесь загрузить опять эту же фотографию, то Content ID сохранится. Таким образом, борются с дупликацией контента. Итак, как работает распределенная система? Мы имеем сейчас три компьютера, каких-то независимых в мире. И мы видим, что компьютер A имеет Content ID двух файлов, A1 и A2. Content ID третьего компьютера C и Content ID компьютера B. Практически ту же информацию имеет компьютер C. Он имеет те же данные, за исключением Content ID B. То есть, A и B имеют одну и ту же информацию, где можно найти эти данные и загрузить их. Но компьютер C не имеет информацию о Content ID B1. Здесь появляется четвертый узел. Первым делом он должен синхронизироваться в сети. Он синхронизируется, получает какие-то данные, которые ему нужны. Content ID A1 и A2. Также у него есть какие-то данные. Content ID D1. Он поделился с ними, что у меня есть D1. То есть, они синхронизировались. И здесь ему понадобились данные, например, B1. Он отправляет запрос. Ребята, мне нужен B1. Отправляет запрос на узел A и на узел B. Они ему возвращают непосредственно этот уже контент. Вот так вот оно и работает. То есть, даже если какой-то из узлов перестанет функционировать, существуют тысячи, сотни других узлов, в которых есть данные, откуда эти данные можно скачать. Это и называется распределенная система. И самое главное, что она также и независимая. Потому что невозможно заблокировать сразу все узлы. Это могут быть персональные компьютеры у кого-то дома. Это могут быть арендованные сервера. То есть, и таким образом мы сохраняем независимость интернета. Никакие законы не смогут этого запретить. Это существенный плюс в наше время. Также хочется добавить, что эти данные, они immutable. То есть, их невозможно заменить или подменить. Если они попали в сеть, то их уже не удалить и не заменить. Если вы хотите загрузить какую-то новую картинку, тогда генерируется новый хэш. Ну, или текст, неважно. HTML-страница. Но есть и минус этого метода. В том, что могут быть загружены какие-то вредоносные сайты, которые вы можете получить. Ну, мы сейчас попробуем загрузить какой-то файл простой. И посмотреть, когда он будет доступен в сети. Давайте сделаем это. Итак, для этого вам понадобится терминал и браузер Brave. Он поддерживает протокол IPFS. Сейчас вы сможете посмотреть контент, который загружен с помощью протокола IPFS. Chrome, Firefox, насколько мне известно, сейчас еще не поддерживают этого. Повторюсь потом по той же причине, что это, возможно, может быть небезопасно. Чтобы воспользоваться протоколом IPFS, нужно установить непосредственно его на компьютер. Я это установил через Brue на Mac OSI. Вы можете это сделать так же, если у вас тоже Mac OSI, либо использовать другие команды на Linux или Windows. Подсказывает, что он уже установленный. Теперь нужно сделать IPFS.init. Он сгенерирует ключ уникальный и пару. И запустить непосредственно демона. Так, мы запустили. Теперь нам нужно открыть еще одну вкладку. И добавить с помощью команды IPFS.add какой-то контент. В данном случае я добавлю в картинку Web... Downloads... Web3... Вот, картинка загрузилась. Давайте проверим. Копируем. Уникальный хэш, это и есть Content ID. Переходим в Brave. Открываем новую вкладку IPFS. И вставляем. Да, вот она, пожалуйста, загрузилась. Отлично. Если мы попробуем загрузить эту же картинку, обратите внимание, хэш останется тем же. Content ID не меняется. Это то, о чем я говорил, что они, так говоря, с дубликацией. То есть у вас повторение контента. Они его как-то сравнивают и понимают, что это один и тот же контент. И возвращает вам хэш на этот контент, что он уже существует. Если мы загрузим какую-то другую картинку. У меня есть тут еще Web Integration. Пожалуйста. Также ее копируем. Открываем новую вкладку. IPFS. Вот она. Видите, они немного отличаются. Одна обрезанная, другая нет. Все, теперь этот контент он доступен в интернете. Его уже удалить никак невозможно. Итак, мы познакомились с протоколом IPFS. Он используется в блокчейне, на сайтах, которые используют блокчейн. И в будущем он будет, наверное, все популярнее и популярнее, потому что достигается децентрализация. И невозможно это заблокировать. Возможно, он иногда работает не так быстро. То есть, если файл не везде доступен или мало нот, которые его поддерживают. Возможно, задержка по сравнению с централизированными серверами. Но, опять же, централизированные сервера могут в один прекрасный момент перестать существовать. Или по какому-то закону примут, чтобы их запретили. А IPFS, данные, которые были загружены по этому протоколу, уже не запретят. То есть, удалить их невозможно. Есть свои плюсы и свои минусы в этом. Но здесь существенный плюс это в децентрализации и распределенности. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.